Начинаем новый влог. Мы только сейчас приехали из поликлиники, съездили с Ваней в поликлинику, то есть предварительно позвонили в регистратуру, принимает ли наш доктор. Вот, поехали. Работает у нас только один вход, так у нас в поликлинику два входа, то есть отдельный вход для детского отделения и отдельный для взрослой поликлиники. А теперь работает только один. Вот, мы зашли, проверили нам температуру, то есть там практически никого нет в поликлинике. Друган пришел. Практически никого нет из пациентов, из посетителей, как назвать. Вот, нам измерили температуру бесконтактным термометром, одели мы бахилы и вот отправились в детское отделение. У нас оно на первом этаже там находится. На этаже мы были единственные. И не знаю, как-то так получилось, что мы были вообще единственные на этаже. Мы вообще поехали, потому что нам необходимо делать прививку, чтобы потом не копить все эти прививки. Вот, Ванечку взвесили, измерили. Рост у нас сейчас 8 месяцев, рост у нас 75 сантиметров, вес 8400. Давай я на тебя чуть-чуть и так направлю, вот так, будешь тоже, тоже будешь в кадре. Поликлинику у нас посещать можно, но без особой надобности и прям такой большой необходимости туда никто не ходит. Вот так, если бы. Вот. Давай тогда вот так я присяду. Вот так у нас дела обстоят 8 месяцев. А вообще я хотела начать влог не с этого. Я наконец-то настроилась на то, чтобы поговорить о том, зачем же мне была вообще челка. Так получилось, ну вы сейчас меня поймете. Так получилось, что... Помните, я вам показывала свою вот эту вот шишку, которую мне вырезали. Гемангиома, которая образовалась на последние месяцы беременности. Была маленькая красная точечка, из нее выросла вот такая вот с тремя вот такими отростками гемангиома, которая прорвалась и уже вот так вот наружу у меня здесь торчало. Все ее видели, я вам показывала. Я тоже не хотела сначала вообще оглашать эту тему, а потом так подумала, ну ее уже видно, я же не могу это по-жизнему скрывать. Вот, тем более, что я даже очень рада, что я поделилась с вами. И меня успокоили некоторые комментарии. У многих, оказывается, такое возникало, и то, что это ничего страшного. Но пока я ожидала анализа, у меня брали биопсию. И вот пока я ожидала, что же у меня вообще, что это такое у меня. И онколог же мне не сказал четко, рак у меня не рак. И мы, естественно, самое плохое всегда начинаем в себе перемалывать вот эти все мысли. Пока эти две недели я ждала анализы. Я чего только не передумала. Сказать, что я переживала, это вообще ничего не сказать. Я могла ночь вообще не спать, и я могла просто так начать плакать. Я смотрела на своих детей, как они играют, и начинала просто реветь в захлёб. Потому что думала о том, что, возможно, если вдруг у меня рак, и если это вдруг не вылечится, то я могу вообще их никогда не увидеть. То есть самые важные моменты в жизни пройдут без меня. Как они поженятся, как у них родятся дети. Ваня так вообще меня помнить не будет. Вот такие вот мысли у меня в голове вертелись. И вот на фоне всего этого, я вот тогда редко снимала влоги, то есть выходили они там раз в неделю. И на фоне всего этого, на фоне всех этих переживаний, у меня просто за месяц я начала лысеть, реально лысеть по мужскому типу. У меня вот здесь, вот сейчас, где у меня вот эти вот мелкие волосики уже появились, и вот достаточно много вот здесь появилось волос. У меня здесь просто были залысины, как вот когда мужчина начинает лысеть, вот такие вот прям залысины. Их прям явно стало видеть. Если сначала это, может, было незаметно, когда там вот так вот в бок волосики сделаешь, и такая вот красавица сидишь. Но когда это всё ветром поднимается, естественно, всё это было видно. Я думаю, нет, так дело не пойдёт. Меня так не устраивает. Шишку-то мне вырезали, всё нормально сказали. Но это же быстро всё не делается, не восстанавливается. Вот этот вот запас нервных клеток, который был истрачен. Я обрезала чёлку. Парикмахер тоже очень сильно удивилась, потому что она когда вот так вот начала мне тут вычесывать, куда обрезать чёлку, она говорит, у вас так всегда было? Я говорю, нет. Это вот только вот за последний месяц всё это произошло. У меня не было так никогда. То есть у меня бы всегда были густые волосы. Какие там вы залысины? Вообще такого не было. И, к слову сказать, у одного очень близкого для меня человека, очень близкой для меня женщины, вот так вот. Потому что для женщин это, мне кажется, вообще катастрофа, когда что-то случается с волосами. Вот. У неё тоже на нервной почве, это было лет пять назад, тоже на нервной почве появились участки на голове, прям вот лысые полностью. То есть там не было волос на этих участках. Обращались к докторам. Лечение тогда, на тот момент, лечение вышло по сумме где-то, ну, тысячи двадцать-двадцать пять. Вот. Но самое главное, что, ну, сначала-то мы тоже все подумали на то, что это может быть что-то серьёзное, может быть это какое-то раковое заболевание. Вот. Но нас успокоили и сказали, что это всё на нервной почве. Я вот о чём сейчас, почему я ещё хотела вот этим поделиться, то, что берегите свои нервы. Не нужно по пустякам нервничать, гоните от себя плохие мысли, вот как только можете, отвлекайте себя от них. Потому что, видите, это всё чревато потом. Может быть ничего плохого нет, а вы уже там себе надумали, и потом лечиться за дорого. Вернёмся к моей истории. Обрезала я чёлку, и всё равно некоторые моменты мы вырезали. Я прям вот видела, как я вот что-то снимаю, если у меня ветер, если я на улице, если у меня ветер поднимает эти участки, и я вижу, что всё лысые какие-то вот на меня видны, я, если Олег монтировал, я говорю сразу, удаляй. Неважно, о чём я говорила, удаляй. Я не хочу, чтобы это видели. Ещё как бы я не хотела это всё оглашать, потому что, ну, пока это всё не пройдёт, чтобы не было вот комментаторши, чтобы не повылатели, которые бы меня обязательно за эту ниточку подёргали. А ты лысая? Или там, ого, смотрите, лысая пошла. Ну, что-нибудь в этом роде. Так вот, волосы начали расти потихоньку. Я прям видела вот такие вот маленькие волосики, пушок сначала был, где-то в середине января. И так, может быть, совпало, что это было как раз после наших каникул. От Ютуба мы отдыхали, вот там две недели. Я не снимала влоги, на Я Тартодел мы ничего не снимали. В общем, мы отдыхали. Вот, может быть, это повлияло. Может быть, просто прошло время, и они начали расти после вот этого стресса перенесённого. Я была очень рада. Вот прям несказанно рада. При том, что я особо, видите, ничего такого не делала. Мне нужно было всего лишь успокоиться. То есть я не прибегала к никаким медикаментозным вообще средствам. Ну, витаминки как бы, ну, витаминки, то есть и без этого же употреблялись. Ну, то есть пила. Просто надо было успокоиться, и всё. Не принимать всё близко к сердцу. Я тогда и комментарии особо никакие больше не читала. И старалась вообще об этом, обо всём не думать. А теперь, когда у меня появились наконец-таки волосы на передней части, теперь вот, видите, нет ничего такого. Мне кажется, можно найти видео во влогах, где вот у меня прям видно, явно видно вот эти вот части. Такие лысые. Сейчас всё хорошо. Теперь можно либо вот так вот чёлку делать, либо назад её зачёсывать. В общем, прически всевозможные делать, укладки. Правда, некуда их сейчас делаться. Но всё равно. Я очень рада, что это всё прошло. И вот этим своим, наверное, рассказом я бы хотела сказать, что вы берегите свои нервы. Не переживайте по пустякам. Хотя это иногда и невозможно. Но старайтесь как можно больше отвлекать себя от плохих мыслей, гнать их от себя. Ну или раз уж такое произошло, то вот в моём случае помогло спокойствие. Просто, как я уже говорила, для мужчины, может быть, это и является нормой, когда он, ну, в течение нескольких лет у него появляются какие-то залысины. То есть он уже готовится морально к тому, что, ну, волос не будет на голове. Но ничего страшного. То для женщины, которая вот буквально спустя месяц обнаруживает у себя там какие-то вот такие вот пустые участки, особенно когда это лов, вот здесь вот это вот открывается. Если здесь где-то на макушке, то можно прикрыть волосами, сделать хвостик, может быть, и не видно. А здесь же всё у всех на виду, вот это всё вот видно. Это ещё больше вгоняет в стресс. Но слава богу, что всё хорошо. А насчёт гемангиомы, которая у меня образовалась, в основном она появляется у новорожденных. То есть мама во время беременности либо перенесла какое-то вирусное заболевание, либо был какой-то скачок гормональный, это может вот так вот выразиться. В качестве вот таких вот бугров на кожном покрове, либо вот они будут прям такие вот явные, либо это может быть ещё даже под кожей. Вот так. У нас, кстати, у Машеньки, у моей племянницы 23 года, у неё при рождении тоже был такой небольшой узор, вот какой-то, такой вот красный, бордовый даже. И она у неё со временем прошла. Это гемангиома, наверное, в годик, может быть, даже в полтора, у неё уже ничего не было, всё рассосалось. А у меня, вот как мне объяснил доктор, то есть она могла вылезти либо на Уване. Это был гормональный скачок, наверное, скорее всего, потому что никаким вирусным заболеванием во время беременности я не болела. Вот один раз была простуда, и то она была как бы в лёгкой форме, даже без температуры, без всего. Вот, скорее всего, это был гормональный какой-то скачок, вот который вот так вот вылез. Последствия, которые вот так вот, вот такие вот были последствия. Либо это, вот как мне сказал врач, могло появиться Увань при рождении, вот мы могли бы где-нибудь обнаружить у него. Либо это вот у мамы. У нас сегодня получается птичий день такой. Это приготовили для... Крылышки приготовили для того, чтобы делать во фритюре. И эти кусочки куриного филе тоже. А здесь у меня индейка ещё подготовлена, я буду делать фарш на котлеты из индейки. Из расчёта на один килограмм мясо 10 грамм соли. То есть мы, получается, добавляем 5 грамм. Я всегда на глаз солю, папа у нас предпочитает вот пользоваться весами. Да-то я забыл, что такое пересол. И не до соли. А на обед сегодня у нас суп с фрикадельками. А Ванечка сейчас будет кушать творожок. Сейчас книжечку доедим и будем кушать творожок. Да, сынок? Добавили специи, паприку, перец красный, перец чёрный и сушёный чеснок. Я достала тут Ване творог с холодильника, чтобы он у нас немножко подогрелся. Это у нас на перекус. А на обед будет вот такая вот пюрешка из брокколи, морковки и индейки. Но это ещё не сейчас. Я просто нему рано сделала. Надо сейчас блендером перебить, а потом подогрею, когда будет кушать. Творожка мы кушаем немного, буквально до 30 грамм. Здесь получается у нас 100 грамм в такой вот баночке. Мы съедаем где-то чуть меньше половины. А вообще в таком возрасте творожок, я читала, нельзя больше 50 грамм давать ребёнку, как у нас в возрасте. Нам сейчас 8 месяцев. Мука, красный перец, паприка и потом ещё, наверное, добавим чеснок, да? В общем, всё то же самое, что у нас. Чеснок я сюда забыл. Ага. В общем, я так и не знаю, что всё то же самое, всё те же самые приправы, что и для маринада используют. Фритюрница наша греет масло до 175, ой, до 170 градусов. Там у нас литр масла, она у нас небольшая, всего на литр. Немножко воды ещё добавили и сейчас будем обваливать в муке. Это рецепт мы ниоткуда не брали, чисто по вдохновению. Всё. А может, щипцы взять? У нас у нас красненькие щипцы. Субтитры подогнал «Симон» 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 Все, Ваня, опять книжечку? Давай. Да, Брюс Самогущий сегодня будем смотреть. Сейчас папа дожарит нам кусочки курицы и эти трешки. И будет у нас напольный пикник. Дай. Кирилл, ты что, с войны вернулся? У тебя ноги что все в синяках? В обои. Не знаю. Не знаю. Бандитская пуля летела, летела. Угу. Приходила Никитка, поиграли мы немножко. Да, на улице. О, увидите, он был. Он и свои ест, и маме есть, и мои ест. Курицу полностью пожарили. И Олежек ее завернул в фольгу, чтобы она не остыла. Пока мы тут будем картошку еще жать. Картофель будем использовать такой готовый. Он у нас в морозилке хранился. И, как сказано в инструкции, что его мороженым не нужно во фритюре обжаривать. Так, игрушки собираем. Сейчас пока у нас папа будет фри обжаривать. Жаль, как раз все подготовим. Сейчас Никита одеяло расстелит, будем на одеяле сидеть. Чтобы Ваня тут рядом ползал. Валяться будем. И фильм смотреть. Так, все. У нас все готово. К просмотру фильма все готовы. Уже не имется. Тут запах стоит, конечно, умопомрачительный. Картошка фри. Вот какая получилась. Здесь у нас получается сверху. Это крылышки. А внизу кусочки филе. Так вот, все. Вкусненько и красиво. И различные соусы. Это майонез с чесноком. Здесь у нас кетчуп. Где-то какой-то из них соус. А, это сальса. А вот это кетчуп. А это сырный соус. Немножко сырного соуса. Все, приятного аппетита. Мы будем смотреть фильмы. Всем до следующего влога. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok